Ходят слухи, что я сплю в костюме. Друзья, это неправда. На выходных я одеваюсь проще, но когда иду за продуктами, я продолжаю выглядеть хорошо. В сегодняшнем видео, как выглядеть великолепно, когда вы обычно одеты. Итак, я разделю это видео на две части. В первой, я расскажу пять правил, которым каждый мужчина должен следовать, когда он хочет стильно, великолепно выглядеть, при этом находясь в обычной одежде. Далее я перейду ко всей одежде позади меня. Я расскажу про отдельные вещи, которые должны быть в вашем гардеробе. Первое правило. Уважайте дресс-код. Итак, если он требует деловой стиль одежды, неважно, как замечательно вы выглядите в кэжуал-наряде, он не соответствует требованиям дресс-кода, а следовательно, такая одежда не подходит. Так что, друзья, всегда обращайте внимание на дресс-код. Даже если об этом не написали, не сказали, уточните. Убедитесь, что вы одеты надлежащим образом. Кэжуал это супер, но если нужен деловой стиль, она может не подойти. Далее, знайте пирамиду стиля. Размер, функция и ткань. Как это применяется в повседневной одежде? Сперва поговорим о размере. Когда вы покупаете деловую одежду, особенно костюм, ее нужно подгонять под вас. Зачастую у компании есть портной, который может сделать это на месте. С кэжуал-одеждой не всегда такое бывает. Поймите, главное, как сидит на вас одежда, когда у компании один размер для всех не совсем хорошо. Вам нужно найти бренд, который подразделяет вещи на несколько размеров. Теперь поговорим о функции. Обе эти вещи пиджаки, оба великолепны, но стили крайне отличаются. Повседневный бомбер-стиль подойдет в категории дресс-кода, кэжуал и ультра-кэжуал. Этот пиджак, кэжуал, бизнес-кэжуал. Из-за своего стиля. Когда будете выбирать вещь согласно дресс-коду, убедитесь, что вы понимаете ее функцию. Теперь поговорим о ткани. Она определяет качество сшитой из нее одежды. Так вы можете видеть, как ткань отличается по формальности. Итак, люксовые ткани, как шерсть, чаще формальнее, чем другие кэжуал ткани. Затем идет хлопок, затем синтетика. Я люблю синтетику. Я ношу их последние 20-30 лет. Но в принципе, синтетические ткани не такие формальные. Следующее правило кэжуал стиля. Приведите в порядок волосы. Друзья, я считаю, что волосы важнее, когда вы одеваетесь повседневно, чем когда вы наряжаетесь в костюм. Итак, поговорим о волосах. Вам нужно быть постриженным. Убедитесь, что ваши волосы выглядят хорошо. Можете приложить дополнительные усилия. Используйте расческу, если нужно. Держите прическу под контролем. Теперь поговорим про волосы на лице. Главное, нельзя терять над ними контроль. Если вы идете в зал на выходных, вы можете не бриться. Но если вы можете встретиться с клиентом после, то вам стоит побриться. Держите в машине электробритву или побретесь до похода в зал. Если вы носите бороду, используйте триммер. Не теряйте контроль. Далее, волосы в носу. Друзья, приобретите триммер для волос в носу и используйте его. Далее, поговорим об аксессуарах. Вы собираетесь в поездку и вы берете с собой такой рюкзак. Но он так и кричит, что вы студент, в отличие от этой сумки. Классная сумка для выходных. Поймите, друзья, когда вы одеваетесь повседневно, аксессуары имеют больший вес, потому что кэжуал одежда не привлекает большого внимания. Итак, аксессуары. Вы можете надеть браслеты, сережки, цепочку, часы и солнцезащитные очки. А они-то могут поднять стиль на новый уровень. Следующее правило. Поймите, что цвет и текстура имеют большее значение в повседневном стиле, чем в формальном. Потому что в формальном стиле мы увидим черный, серый, темно-синий. Эти цвета доминируют. Но в повседневном стиле вы можете использовать темные, насыщенные оттенки красного и многих других цветов. И они будут смотреться отлично. Они будут уместны. И сейчас я расскажу о цветах и текстурах. Надену каждую вещь и покажу, в чем разница. Итак, куртка, которую я надел, называется пуховик. Она повседневная и, соответственно, подходит ярко-зеленый цвет. Это суперповседневная зеленая куртка. Теперь посмотрим на эту куртку. Также пуховик, но обратите внимание, здесь есть пуговицы. Пуговицы формальнее молнии. А также, посмотрите на цвет, темно-зеленый. Она немного формальнее, чем предыдущая куртка. Заметьте, что я все еще в зеленом, но теперь в совершенно другом стиле. Эта куртка больше в мото-бомбер стиля. Мы пришли к замше. Изделие из кожи. Она достаточно повседневная, но она на ступень выше предыдущих двух курток, которые я вам показал. Итак, я поменял цвет, и мы остановились на другом классическом дизайне. Великолепная функциональная вещь сохранит ваше тепло и опять же, я считаю, сделает стильным. Вот быстрый трюк. Если хотите добавить немного стиля в свой повседневный наряд, добавьте классическую вещь. Далее синий. Перейдем к наиболее повседневной одежде. Перейдем к наиболее повседневной одежде, джинсовая куртка-тракер. Я рекомендую носить ее в качестве верхней одежды. И убедитесь, что ваши штаны, брюки или что вы наденете с ней не сочетаются в точности. Итак, я снова надел пиджак. Но обратите внимание на стиль. Вы видели его в моих более формальных нарядах. Это классический дизайн, но мы кое-что забыли. Бум! Я выгляжу намного лучше. Друзья, если надеваете пиджак с нагрудным карманом, поместите в него карманный платок. А вот и советы по стилю. Такая толстовка великолепна для игр. Но оранжевый цвет и возраст... Нет, это не то, что вам нужно обычно носить. Теперь это довольно повседневная из-за большого размера. Все детали хороши, но она слишком casual. Это на ступень выше. Простая, большого размера. С хорошей драпировкой и видом ткани. Теперь это... Я считаю, что она еще лучше темно-синего цвета. Отлично будет смотреться с парой синих джинсов. А эту вы можете носить как нижнее белье, как верхнюю одежду. Она даже выше уровнем, чем худи. Жилетки. Обожаю их. Я считаю, что они улучшат ваш повседневный гардероб. Наилегчайший способ внедрить их. Выбирать их однотонными. Темных цветов, которые уже есть в вашей коллекции курток. Что касается ваших повседневных рубашек, может быть вы не хотите или боитесь менять цвета. Но измените немного свой стиль. На этой рубашке карман, контрастирующие пуговицы. Может вам понравятся светло-голубые рубашки. Это джинсовая рубашка в стиле ковбоя. Два нагрудных кармана, заклепки пуговицы. Хорошо натуральные земельные оттенки. Они мне подходят. Они подойдут не ко всем оттенкам кожи, но этот необычный цвет. И я считаю, что он хорошо подходит к моему оттенку кожи. Еще одна, довольно необычная, слишком повседневная, но опять же, она подходит к тону моей коже. И что забавно, вы начнете создавать такие комбинации. Образ как этот, я обожаю. Я знаю, друзья, что некоторые из вас скажут, «Антонио, ты говорил добавить цвета». Да, вы можете добавить цвет, но поймите, что яркие цвета обычно делают ваш гардероб менее формальным и менее взаимозаменяемым. Мне нравится эта вещь, но она выделяется. Но если я пойду в точно таком цвете, точно такого дизайна, то эта вещь лучше подойдет к моему гардеробу. Ну что, друзья, я знаю, что вы хотите больше. Вам нужна информация о Хенли, о Худи, как добавить эти вещи в свой гардероб. Зацените это видео. Как собрать ультра повседневный гардероб, как одеваться стильно, подобным образом. Я расскажу много интересного. Ну что, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете об этом видео. Напишите, что вы думаете об этом наряде. Я произвольно собрал его, пока снимал видео. Мне он нравится. Я даже не думал о такой комбинации. Опять же, серый это нейтральный цвет. Так что он подойдет практически к любой рубашке. Брюки нужно будет их поменять. На мне серые штаны. Кажется, будто я в костюме. Думаю, что темно-синие джинсы с этой комбинацией, о да, будет круто выглядеть. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.